По Садовому кольцу в Москве этой ночью летели машины, из окон которых развивались российские флаги. Жители столицы решили поддержать крымчан в воскресенье, для которых стало историческим днём. Автопробег под названием «Россия любит Крым» завершился час назад. В нём приняли участие сотни автомобилистов. Константин Худалеев наблюдал за происходящим. На Воробьёвых горах не осталось свободных обочин. Более сотни машин ещё за полчаса до начала пробега. Символика та же, что и в Крыму. Российские флаги, флаги Автономной Республики, Андреевские знамёна, ВМФ и плакаты в руках у тех, кто дожидался команды на старт. Участвовать ли в пробеге, для многих этот вопрос даже не стоял. Я родилась в Крыму, я родилась в городе Джанкое, жила в городе Симферополе. У меня находится там мама, находится там сестра. Моя семья там, а в Москве я живу уже 6 лет. Я очень хочу, чтобы сегодня, в Крыму действительно сегодня был праздник. Мне пишут и звонят все мои друзья. Я очень хочу, чтобы мы наконец стали свободными, чтобы мы стали жить хорошо, потому что мы все братья славяне. Я сам родом из Брянской области и живу там в 40 километрах от границы с Украиной. Родственники у меня там есть, поэтому, мне кажется, я имею какое-то отношение к Крыму и к Украине. До начала пробега не все успели заглянуть в интернет. Ловили новостные радиостанции, обменивались новостями о первых данных с избирательных участков Крыма. Но все уже были уверены в итоговом результате. Чего и следовало ждать? Как могут русские люди в Крыму проголосовать? Только так оно и есть. Автомобилисты сами решили провести этот автопробег. Заранее договорились в интернете. Все последние дни следили за тем, что происходит на Украине и в автономной республике. Мы на всем протяжении этой ситуации переживали за крымчан. На нашем форуме целая тема есть. Уже 3,5 тысячи страниц только в ней. Очень бурно обсуждается. Одноклубники, причем и с одной, и с другой стороны. И большинство рады за то, что Крым возвращается домой. Ровно в полночь колонна тронулась. С Воробьевых гор по Косыгина, на Ленинский проспект и на Садовое кольцо. Здесь символично автомобилистам предстояло дважды проехать по Крымскому мосту. Крымский мост затем по Садовому кольцу. И еще раз, уже через 15 километров, замыкая круг, вновь на Крымский мост. Здесь был официальный финиш пробега. На самом деле уже ко второму проезду по Крымскому мосту эта автоколонна стала даже намного больше. Просто те автомобилисты, которые изначально не собирались в нем участвовать, не украшали свои машины крымскими и российскими флагами, увидели на Садовом кольце этот автопробег и решили к нему присоединиться. И также зажгли аварийные сигналы и гудят в клаксоны. Во главе колонны ехала машина не с московскими, а с санкт-петербургскими номерами. Флаг Севастополя, российский триколор. Одни из организаторов акции пустились в настоящее путешествие, чтобы ударить пробегом по Садовому кольцу. Пробег был организован абсолютно спонтанно. Соответственно, Крым является исторической территорией для нас. Все детство мое прошло, поэтому эмоции более чем положительные распирают. Мы вообще с Санкт-Петербурга приехали на это мероприятие. По сути дела был дан клич, клич в интернете. Ожидали 50-100 машин, получилось, вы сами видели, там 400-300 машин. Все люди на полном позитиве, как бы все довольны, все рады. Колонна участников пробега в поддержку решения, которое приняли жители Крыма, на референдуме растянулась более чем на километр. Крымский мост проезжала только больше 10 минут. И после этого участники акции разъехались по своим домам. Заранее договорились не мешать другим участникам движения по ночной Москве. Константин Худалеев и Георгий Новицкий, телеканал «Звезда», Москва.